«Вы имеете полное право быть богатым, жить в достатке, излучая счастье и успех. Деньги нужны нам для того, чтобы освободиться от бремени бедности и ограниченности». Джозеф Мёрфи. Замечательный писатель и философ, выступавший с лекциями перед людьми всего мира и открывший им удивительные законы привлечения изобилия. Джозеф Мёрфи убежден, что Бог и Вселенная предназначали нам быть богатыми и счастливыми. Господь не хочет, чтобы вы жили в жалкой лачуге и голодали. Наоборот, Он желает видеть вас счастливыми, успешными и богатыми. Все мы хотим жить в достатке. Однако нищета порой выступает перед нами во всем своем убожестве, опуская на дно самых способных, талантливых и образованных людей. Кто-то достойно несет это бремя, а кого-то толкают на преступления, в итоге развращая и заставляя забыть обо всех нормах и морали. Бедность – это недобродетель, как пытаются убедить себя многие. Каждый из нас приходит в этот мир для того, чтобы раскрыть свои возможности и дарования, а также для того, чтобы расти и совершенствоваться, не только духовно и умственно, но и материально. Человеку от рождения дано безоговорочное право выражать себя во всех направлениях, окружать себя красивыми вещами и предметами роскоши. Вы – любимое дитя Вселенной и можете по праву обладать всеми бесконечными ресурсами богатства. Но чтобы к ним прикоснуться, важно отбросить все предрассудки о деньгах и не позволять себе рассматривать их как нечто непристойное или плохое. Такой подход к богатству приведет лишь к тому, что оно просто исчезнет и испарится, поскольку мы неизбежно теряем то, что порицаем или презираем. До тех пор, пока мы не осознаем, что деньги – это символ божественного изобилия, гармонии и красоты, наши мечты и желания останутся недостижимыми. В своих лекциях и книгах Мёрфи постоянно подчеркивал, что мы не должны смущаться или испытывать стыд за то, что деньги выступают индикатором здоровья. Задумайтесь, если кровь свободно движется по организму, значит вы здоровы физически, а если деньги беспрепятственно поступают в вашу жизнь, значит вы здоровы в экономическом плане. Но что бы ни делалось и ни говорилось, человек не может быть по-настоящему богат и наслаждаться изобилием, если он не будет помнить о духовной красоте. Благодаря духовному развитию мы обретаем гармонию в своей жизни. Каждый прожитый день мы можем наполнить светом, добром, красотой и любовью. Это позволит нам полноценно проживать каждый момент и ценить все блага жизни. Осознание духовной силы является ключевым элементом в достижении изобилия, как материального, так и духовного. Осознавая свою духовную природу, мы открываем для себя новые возможности и ресурсы. Мы начинаем видеть мир в новом свете и привлекаем к себе процветание. Духовная сила помогает нам развиваться как личности, обретать мудрость и понимание окружающего мира. Она помогает нам стать мудрее, чтобы принимать правильные решения. Обладая духовной энергией, мы легче преодолеваем трудности, добиваемся поставленных целей и создаем гармоничные отношения. Уникальная цитата Мёрфи «Богатство – это состояние, сознание – это уверенность, что Божья милость никогда не прекратится», заставляет нас остановиться и задуматься над тем, что на самом деле делает нас богатыми. То, чем мы наполнены здесь и сейчас, то, что находится в нашем подсознании, определяет наше богатство. Наши мысли подобны магниту, и если мы наполнены созиданием и миром, то божественное присутствие будет вести нас по жизни и оберегать на всех путях, а благословения будут сыпаться как из рога изобилия. И благосостояние превзойдет даже самые смелые надежды. Мёрфи уверяет, что каждый из нас может легко создать в своем подсознании картину богатства. Для этого он предлагает расслабиться, успокоить свои мысли, укоротить их и погрузиться в созерцание. На первый взгляд это может показаться нелегкой задачей, но если набраться терпения, то вскоре она превратится в приятное и легкое занятие. Когда мысли будут спокойными, задайте себе вопрос «Какие чувства вызывают у меня деньги?» При этом будьте честны с собой, нет смысла заниматься самообманом. Обида, пренебрежение, презрение, осуждение или раболепие перед богатством и властью, если хоть тень этих мыслей мелькает при размышлении о деньгах, значит барьер между вами и деньгами все так же существует и действует достаточно активно. В этом случае медленно повторяйте про себя 3-4 раза в день по 5 минут, уделяя особое внимание времени перед сном. Такую короткую фразу. «Я не боюсь тратить и получать деньги, поэтому они свободно вращаются в моей жизни и приносят благословенную богам прибыль». Проделывайте это регулярно, чтобы данная мысль закрепилась и запечатлелась в вашем подсознании. Но помните, что бессмысленное механическое повторение этих слов не даст желаемого результата. Очень важно ощущать каждое слово, чувствовать в нем истину, понимать, что и зачем вы делаете. Ведь подсознание воспринимает только то, во что верит сознание. Как работать с подсознанием, если сейчас все плохо и денег нет? Если кто-то думает, что достаточно по 100 раз на дню говорить «я богат, у меня много денег, мое дело процветает, а сам по уши в долгах», то, к сожалению, результат не последует. Надо понимать, подсознание принимает только те факты и убеждения, которые вы приняли сознательно. Для того, чтобы вырваться из замкнутого круга, нужно найти такую словоформу, которая не будет вступать в противоречие ни с сознанием, ни с подсознанием. Только в этом случае возможно мощное привлечение денег. Джозеф Мерфи рекомендует активизировать свое подсознание и настроить его на волну богатства, произнося следующие утверждения. «С каждым днем мои дела идут все лучше и лучше», или «С каждым часом я становлюсь богаче и мудрее», «Мои доходы растут с каждым днем», или «С каждым шагом я двигаюсь вперед и улучшаю свое финансовое положение». Эти и похожие фразы не создадут противоречий между сознанием и подсознанием, поэтому вы будете видеть положительный результат, если ежедневно найдете время для выполнения такой практики. В своей книге Джозеф приводит следующий пример. Если у владельца небольшого магазина сегодня пусто в кармане, он может легко представить, что завтра, к примеру, продаст пару туфель и таким образом улучшит финансовое положение. Для этого он может повторять про себя следующие слова. «Каждый день у меня покупают все больше и больше», или «С каждым шагом я продвигаюсь вперед и улучшаю финансовое положение». Такая молитва не вызовет психологического протеста, а значит даст желаемый результат. Городская суета, непрерывные хлопоты и обязанности заставляют нас больше времени уделять работе и мирским заботам. Все мы знаем, что для достижения чего-либо необходимо прилагать усилия. Этот факт подчеркивает и Джозеф Мёрфи, автор популярной книги «Как привлечь деньги». Но при этом он выделяет важное условие – это необходимость работы с подсознанием и духовное совершенствование. Возможно, вам знакомо чувство протеста, когда вы стараетесь изо всех сил, прилагаете максимум усилий, а результата нет. Вы начинаете переживать и сомневаться в своих силах. Хотя все мы понимаем важность труда, направленного на достижение целей. Джозеф Мёрфи утверждает, что без работы с подсознанием этот процесс может стать бесконечным. Мы можем работать 24 часа в сутки и так и не добиться того, о чем мечтаем. Необходимо осознать свои скрытые блокировки и перепрограммировать подсознание на успех и изобилие. Это может быть процесс самообразования с помощью чтения вдохновляющих книг или прослушивания мотивирующих аудиозаписей. Также можно попробовать медитацию или визуализацию, чтобы настроить свое подсознание на успех. Важно понимать, что духовная работа не означает отказ от физического труда. Нет смысла просто мечтать и ничего не делать. Но духовный рост поможет нам использовать свои способности в полной мере и привлечь в свою жизнь больше возможностей. Поэтому если вы чувствуете себя не в своей тарелке и устали от безуспешной деятельности, возможно, стоит уделить время духовному росту и работе со своим подсознанием. Визуализируйте, к каким целям вы хотели бы прийти и какой жизнью вы хотите жить. Затем начните осознавать свои блокировки и изменяйте свое подсознание, чтобы достичь этих целей. Если мы найдем баланс между физическим трудом и духовным развитием, то у нас появится возможность получить то, о чем мы так долго мечтали. Помните, важно не только упорно трудиться, но и вселять в свое подсознание уверенность и веру в себя. Перестаньте вредить сами себе, отталкивать блага, которые принадлежат вам по праву. Чтобы стать богатыми и достичь успеха, нам нужно только преодолеть сопротивление разума, изменить отношение к Господу, жизни и окружающему миру. Осознайте и почувствуйте, что на самом деле нет никаких препятствий для того, чтобы вы могли получить то, что желаете, стать тем, кем хотите быть, или делать то, что нравится. Для этого нужно лишь призвать на помощь Всевышнего и познать его великие законы. Надеемся, что смогли быть полезными для вас сегодня. Если это видео вас вдохновило, мы будем безмерно благодарны, если прямо сейчас вы поделитесь им со своими друзьями. Ведь именно благодаря вам канал становится местом, где каждый находит для себя заряд мотивации и мудрости. А мы желаем вам изобилия и процветания. Пусть все ваши цели будут достигнуты, а желания исполнятся самым удивительным образом в нужное время. До новых встреч!